Час Ивана Денисова Примерно в 2010 или 2011 году Сенат штата Аризона и губернатор подписали закон о том, что кандидаты, которые будут избираться от штата Аризона, должны будут предъявить свои бюро-сертификеты на экспертизу. Скажите, пожалуйста, как же Абраме в 2012 году обошел этот закон? Спасибо. Да, спасибо. Этот вопрос многих волнует, и меня в том числе. Знаете, есть даже шутка такая, что Трампу надо назначить Обаму в Верховный, выдвинуть кандидатуру Обамы в Верховный суд. Может, тогда мы узнаем, где он все-таки родился. Поэтому это тот вопрос, на который я, к сожалению, не могу ответить, но это действительно одна из не очень хороших загадок в недавней американской истории. И следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Важный Иван, вы сказали, что Элтеркейт будет отложен позже, но у меня все-таки все время возникает вопрос, как получилось так, что соратники Никсона по партии отказались его поддерживать на основании каких-то непонятных обвинений, которые абсолютно недоказательные. И, ну, в принципе, он подал в отставку из-за того, что ему заявили, что его поддерживать не будут и, как бы, утвердят импичмент. Вот, что вы, как вы можете это объяснить? Спасибо большое. Да, спасибо вам. Ну, к сожалению, республиканский эстеблишмент, он, увы, не меняется. И там нельзя сказать, чтобы все республиканцы были против Никсона. К сожалению, да, Голд Уоттер был уже против него. И там просто смысл был в том, что будет достаточное количество республиканских голосов, чтобы от Никсона избавиться. Это не в первый раз. То же самое было и при Маккарте, когда, к сожалению, республиканцы выступили, в том числе и против него. И то же самое мы порой с вами наблюдаем и сейчас, когда республиканцы мешают президенту, скажем, вот я уже про это говорил и напомню еще раз. Резолюция по помощи Саудовской Аравии в Йемене, она, по большому счету, не должна вообще появляться, потому что это прерогатива Трампа разбираться с внешней политикой в данном вопросе. Но она появилась и там многие республиканцы ее поддержали. Так что это, увы, не меняется. Всегда найдется какое-то количество республиканских голосов, которые все испортят. Для меня главное здесь другое. Например, когда, возвращаясь к Никсону, когда Бакли написал Рейгану, стоит ли, по его мнению, по мнению Рейгана, консерваторам активно поддерживать отставку Никсона, Рейган ответил телеграммой из двух слов. Hell no. Позиция Рейгана мне ближе. Спасибо. Ну, а теперь, если можно, о речи президента Трампа во время встречи с National Rifle Association. Да, я очень быстро, но три пункта я отмечу. Я очень люблю следить за речами президента, и это была, на мой взгляд, речь отличная. Сейчас в ассоциации там проблемы, но не будем останавливаться, надеюсь, они разберутся. В речи Трампа, что да, так как времени мало, я бы выделил три момента. Во-первых, это то, что он опять указал на опасность этих самых судей-активистов. Сегодня мы все время к ним возвращаемся, да и постоянно. Но подчеркнул, что он делает все, чтобы были назначены как раз судьи следующей Конституции, и защищающие в том числе и вторую поправку. Вспомнил уже назначенных судей и заметил, что назначение судей на более низком уровне продолжается. Момент, о котором многие говорят, кто-то с ужасом, кто-то с восторгом, это то, что прямо во время выступления Трамп заявил, что Америка выходит из договора по контролю за торговлей оружием. Я замечу, что Трамп здесь абсолютно прав, потому что смысл этого договора в том, что действительно контролируются все действия, связанные с продажей оружия. И это довольно-таки скользкая вещь. Во-первых, это нас возвращает к тому, о чем мы не раз говорили, что Америка не должна быть скована международными договорами, которые ей мешают. А они мешают, так как согласно этому договору любая организация может привлечь Соединенные Штаты за вполне законную передачу оружия, ну, той же Саудовской Аравии, например, или даже Израилю. По этому договору такое может быть, с Великобританией уже судится. При этом Россия и Китай, те же самые, которые торгуют оружием вовсю, они в этот договор не входят, насколько я знаю. К тому же, внутри Штатов этот договор может использоваться противниками второй поправки. Они это отрицают, но не очень активно. И консервативные юристы пишут, что договор действительно может стать платформой для ужесточения оружейного контроля. Ну и потом не забываем, что вообще-то договор был подписан таким безрадостным, к счастью, персонажем из прошлого, как Джон Керри, но ратифицирован-то он не был. Поэтому здесь действия Трампа, они разумны, и он имел полное право из договора выйти, что, собственно говоря, он и сделал, за что ему большое спасибо. И я бы здесь еще добавил, что призывы выйти из этого договора по оружию, они исходили прежде всего из консервативных мозговых центров, ну и с Heritage того же самого. И это для нас лишнее напоминание того, что Трамп по-прежнему с консервативным движением в тесном контакте, и что действительно его администрация взаимодействует, и рекомендации Херри, я уже говорил, что получается, что Трамп даже больше, чем Рейган, их пока воплощает в жизнь. Ну вот, еще одна рекомендация в этот список добавил. И чтобы уже завершать, много Трамп говорил об успехах своей администрации, тем более, что они есть. Но главная для меня фраза в этой его речи, как раз в связи с праздниками, проходившими на прошлой неделе, смотря кто что праздновал, и Пасху, и Песах, и по какому календарю. Но важно другое. Трамп сказал, в Америке мы, не поклоняемся, не очень красивое слово, мы следуем, мы восхищаемся, мы верим не в правительство, но в Бога. И это, я думаю, главное в той речи, вне зависимости от ваших религиозных убеждений. Думаю, вы согласитесь, что Трамп указал на самое главное, что Америка не руководствуется не повседневными какими-то конъюнктурными действиями правительства, она руководствуется более высоким и более вечным. И это для меня был главный пункт речи, да еще в такие, повторюсь, важные для всех людей, вне зависимости от их религиозных убеждений, дни. Поэтому эту речь Трампа я рекомендую прочитать или послушать всем, кто этого еще не сделал. Но, к сожалению, здесь мне, наверное, нужно уже заканчивать. Давайте попробуем принять один звонок, успеем. У нас есть еще пару минут времени. Ой, то пару минут. Окей. Вообще-то говоря, во-первых, разделяю полностью ваши взгляды. Во-вторых, подписывал неоднократно письма Heritage с предложениями против захвата ООН наших полномочий. Ну и так далее. И очень важно, чтобы мы все, так сказать, подписывали вот эти вот заявления, потому что паблик интерес — это большое дело. А вот спросить я хотела вас, как это сочетается, вот то, что ООН мог с подачи Обамы и этих левых, так сказать, наш суверенитет как бы отвергнуть и отдать на растерзание нашу страну. Спасибо. У меня, я уже не раз это говорил, повторю еще раз, тем более, что снова нас возвращает к Никсону. Когда речь заходит про ООН, надо помнить всегда одно. ООН создавалось на конференции, где председателем был советский шпион Олджер Хиз. Это доказано, то, что он был шпион. Ничего хорошего такая организация дать не могла, не может и не даст. Так было и так будет. Ну что ж, Иван, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Я думаю, что за минуту мы не успеем, наверное, принять звонок и ответить на вопросы. К сожалению. Спасибо всем, кто звонил. Еще раз с прошедшими вас праздниками и до следующей встречи. Спасибо.